Исповедание, я имею в виду под этим словом, исповедание не просто нашей веры, потому что можно исповедовать Христа Спасителем, это есть провозглашение. А я буду говорить об исповедании, как о признании наших грехов. Исповедуя, мы признаем, мы извиняемся и мы каемся перед Богом, и иногда этот процесс происходит в присутствии других людей, иногда в присутствии священника или просто человека, и таким образом мы получаем свободу. В Библии вообще исповедание, оно практикуется в разных религиях. В Библии мы видим, что эту практику люди имели и в Старом, в Ветхом и в Новом Завете. Но у нас возникает вопрос, если только Бог может прощать грехи, какой смысл исповедоваться людям, человеку, священнику, какая в этом польза? Зачем вообще нужно исповедание? Ну, хотел бы сразу подметить, что вообще сам принцип исповедания, об этом он взят из Библии. Это не придумали люди первые. Бог это постановил, это мы читаем в Старом Завете. Я хотел бы, чтобы эта идея, она глубоко осталась в нашем сердце, что эта идея вдохновлена самим Богом. Принцип взят со священного писания. И эта практика или этот опыт служения показывает, что для многих в этом есть польза. Смысл этого процесса заключается в том, чтобы человек мог получить свободу в духе, чтобы получить духовную помощь и утвердиться в своей вере. И мы с вами говорили о трех видах исповедания. Первое – это исповедание Богу, второе – это исповедание друг другу, и третье – это исповедание служителю. Обо всех этих видах написано в Писании. Никто из них не придуман. То есть это не просто какой-то новый современный крутой метод. Нет, об этом Библия давно нам рассказывала. И о первом пункте исповедания Богу об этом очень ясно сказано в Писании. И в первую очередь верующие, неверующие, все должны знать и помнить, что мы должны исповедовать наши грехи Богу в первую очередь. Потому что только Бог может прощать грехи. 1 Иоанна 1 глава 7 стих. Ключевое местописание, которое я напомню. «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, с большой буквы, будучи праведен, верен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды». И если мы общаемся с Духом Святым посредством молитвы, Дух Святой производит в нас такой эффект, что в нашу жизнь приходит свет. Потому что написано «Бог есть свет». И когда мы соприкасаемся со светом, как результат этого света, мы начинаем видеть себя, свои недостатки, свои грехи, свои пороки, свои слабости, и дальше следующий шаг, мы уже решаем, выбираем, исповедовать наши грехи, признавать наши ошибки, идти и извиняться перед людьми, и каяться перед Богом или нет. У каждого этот выбор есть. Но этот выбор, этот результат, приходит вследствие общения со светом. Вот почему здесь написано «Если мы ходим во свете», и дальше «Если мы исповедуем». То есть у каждого, в принципе, есть выбор. Значит, не все исповедуют. У нас есть выбор «Если» и «Если мы исповедуем». Дальше важно еще нам напомнить о том, что многие, даже верующие, иногда мы ходим в каких-то наших согрешаем некоторыми делами хронически, и мы уже к ним настолько привыкаем, что мы уже эти ошибки не исповедуем, не извиняемся, не каемся в них, и это тоже имеет какой-то эффект негативный на нас. Например, в Писании написано «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие» «Этим мы оскорбляем Духа Святого». Об этом написано в контексте. Мы об этом говорили в первой части. Но если люди это делают хронически, но никак после этого не исповедуют ни перед человеком, против кого они это сделали, ни перед Богом, ни перед Духом Святым, кого они оскорбили, то тогда получается эффект немножко более в другую сторону работает. Если исповедуем и каемся, написано «Очищает нас», то есть вытирается грех. Если не каемся, не вытирается, а накопляется. Процессы очень разные, и важно о них знать. Если исповедуем, написано «Прощается», очищается. Не исповедуем, накопляется. Накопляется. Человек загружается. Не просто стоит грязным, загруженным. Это видно в глазах, это видно на лице. По жизни загруженные люди, вы знаете, перегруженные, переутомленные, всегда будут побочные действия. Обычно посторонних они ранят. Это плохой эффект. Поэтому важно идти процессом очищения. И здесь нам еще важно понимать, что не нам решать, я прав или не прав. Когда у нас какой-то конфликт, натяжка в каких-то отношениях, с людьми чаще всего, иногда мы оправдываем себя. Я не буду извиняться. Я прав. Я полностью прав. Я не изменил своего решения. Я полностью прав. Но вы знаете, что я хотел бы посоветовать себе и нам. Не нам важно решать, потому что мы можем ошибаться, мы можем не видеть бревно в своем глазе, а правильнее сказать, Дух Святой, Господь, ты мне покажи, я прав или не прав. Хотя бы дайте Богу шанс. Господь, вот такая ситуация неприятная. И вот хочется, ну как-то внутри все бурлит, неспокойно, но все равно я прав. Но не нам решать. Скажи, Господь, ты мне покажи, если я не прав. И вот если мы такую позицию будем занимать, поверьте, друзья, 50% мы будем идти путем, он очищает, освобождает, на душе легче, свободнее, и глаза светятся. Вот это то, что нам важно помнить. Второй пункт, мы с вами говорили о том, об исповедании друг перед другом. И там, друзья, мы читали Иакова, 5 глава, 16 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках ваших. Признавайтесь. В английском переводе написано confess, в новом переводе русском написано исповедуйтесь друг перед другом. И дальше написано молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Об этом мы поговорим чуть позже. Здесь не имеется в виду, друзья, что нужно исповедоваться перед своим лучшим другом, ровесником. Хотя иногда мы об этом поговорим, это тоже может давать какую-то пользу. Но важно здесь понимать, что в первую очередь здесь имеется в виду исповедуйся, признавайся в первую очередь перед тем, перед кем ты неправ. Кого ты обидел, перед кем ты согрешил. Вот в первую очередь перед ним идти и исповедуйся, признавайся и кайся. Иногда нам легче сто раз покаяться перед Богом, чем один раз перед человеком попросить прощения. И вот здесь, друзья, нам важно понимать, что вот этот процесс признания, он тоже дает человеку какую-то свободу в духе. Вы знаете, даже в нехристианском мире вот этот процесс исповедания, признания своих постыдных дел тоже приносит пользу. Я думаю, что кто живет в Америке, вы знаете, есть такое, называется, не знаю, как он, клуб или общество анонимных алкоголиков, где они собираются вместе. Они еще не все знают Библию, но они друг другу исповедуются. Я уже 12 лет зависим, пил, курил, жену бил, работу потерял. Это ж стыдно, да, вот прийти вот так вот рассказывать. Но там есть такой момент тонкий, называется подотчетность, признание. Я помню, как один пастор говорил, исповедание имеет такой эффект, когда грех нужно пристыдить, устыдить. Вот почему иногда он раскрывается. И я говорю, это люди даже не духовные, они просто так рассказывают друг другу о своих подвигах в кавычках плохих и тоже имеет какой-то эффект. Но если мы вернемся к той мысли, что признавайтесь друг перед другом, значит, логичный вопрос у всех возникает, значит, можно исповедоваться не только служителю или не только пастору. Да, так написано. Мы с вами читаем, что признавайтесь друг перед другом, значит, из этого мы делаем вывод, что в Новом Завете нет прямого повеления о том, что нужно исповедоваться только служителю. Хотя практика и опыт служения показывает, что для многих исповедание именно служителю, оно полезно, а для некоторых очень необходимо. Если исповедоваться не служителю, основываясь на том Писании, которое мы с вами прочитали, то важно еще помнить, чтобы самого себя не обмануть, что это должен быть духовно зрелый человек, который способен вам помочь, богобоязненный, который может нас ставить, который компетентный в этой сфере, а не просто тот, который выслушает вас, вы разбиты и он разбился. Вы не спали, а теперь и он не спит. Вот такая ситуация получилась, как будто не знаете, кто друг другу помог. Но важно понимать, что если человек даже боится прийти к пастору кому-то исповедовать, признать свой грех, иди хотя бы к кому-то, лишь бы тебе это помогло, пусть это принесет тебе свободу, все будем за тебя радоваться. А дальше все равно слушай внимательно. Главное, конечно, чтобы это тебе помогло, это понятно, но есть опасность, друзья, в том, когда человек идет и исповедуется в грехах своих не к служителю. И вот в чем опасность, мы с вами сейчас поговорим, вот это и есть наша вторая часть. Первая опасность заключается в том, что человек, которому вы пришли за помощью духовной, он некомпетентный, не может тебе помочь. Вторая опасность, это когда человек умышленно использует лукавый подход, лукавый метод, манипулирует этим процессом исповедания. Например, человек попал в грех, совесть мучит, страдает от этого, но не идет к служителю по разным причинам или с целью, чтобы скрыть свой грех, избежать каких-то церковных взысканий, а в Писании написано о церковной дисциплине. Об этом мало и редко проповедуются в церквях, сегодня эта тема вообще не популярна, но это есть в Писании, я сейчас вам об этом кратко прочитаю, и это есть там с целью, чтобы помочь человеку, потому что мы же своих детей тоже дисциплинируем, тоже воспитываем, хотя детям это страшно не нравится, и они плачут, и нам, как родителям, их жалко, а другая цель в этом дисциплинарном церковном методе это защитить других людей, стадо всех остальных верующих, чтобы это не разлагало остальных или предотвратить, предупредить. Читаем с вами вместе, как об этом сказано в Писании, 1 Коринфянам, 5 глава с 11 стиха. Я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей или хищником, с такими даже не есть вместе. Ибо что мне судить о внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергнете развращенного из среды вас. Прочитаю новый перевод. Я писал вам что вы не должны общаться с теми, кто называет себя христианами, братьями во Христе, но виноват в блуде, в жадности, поклоняется идолам или является клеветником, пьяницами, мошенниками. Обычно, когда идет речь о дисциплинарных церковных методах, обычно мы сразу относим людей туда блудники. Вот они заслуживают. Но здесь написано не только о них. Написано жадные люди, написано кто идолам поклоняется, а идолы могут быть сегодня, например, телефоны, самый современный, самый популярный идол соцсети. Дальше, кто является клеветниками, кто рассказывает информацию, то есть непроверенную информацию. Клеветники, пьяницы, мошенники, кидают. Дальше, с такими не разделяйте даже трапезы. Разве не должно вам, разве не должны вы судить тех, кто принадлежит церкви? Бог судит тех, кто не принадлежит церкви. В Писании сказано, изгоните порочного из своей среды. На первый взгляд звучит очень так резко, очень прямо, вообще негуманно. В современное время такое прочитать нужно извиняться и бежать куда-то. Но об этом все равно написано в Писании. Интересно, что Писание дает право реагировать на тех, кто умышленно живет в грехе и не хочет его оставить. В первую очередь об этом написано к верующим людям. Написана очень важная деталь к тем, кто называясь братом. Дальше написано к тем, кто принадлежит церкви. Вот это вот здесь вопрос, вот помните, я к вселенской церкви принадлежу или к поместной церкви. Это тонкая такая деталь, которая сразу эти места ставит по своим местам. Кто называется братом, кто как бы верующий. и вы знаете, что у нас часто очень популярно, особенно сегодня, кидаться такой фразой, как не судите, don't judge, не суди меня. И я соглашаю, что нужно быть осторожным. Не стоит спешить судить, не стоит судить. Писание призывает в первую очередь судить себя, но здесь читайте внимательно. Церковь, смотрите, разве не должны вы судить, кто должен судить? Церковь, верующие. А сегодня же модно говорить don't judge, не суди. Разве не должны вы судить тех, кто принадлежит церкви? Но здесь еще важно добавить, не судить тех, кто оделся не так, как вы. Не судить тех, кто поет не тот стиль песен, как вы. Понимаете, да? Здесь идет речь судить тех, кто конкретно, реально, умышленно живет в грехе. Мы часто осуждаем тех, кто не такие, как мы, не похожи на нас. Стиль, форма служения, разные-разные другие моменты. Это речь идет о другом. Тех, кто в грехе живет. Там черным по белому все ясно, человек живет в грехе. Вот это важная мысль. И дальше написано об этом очень важно. Не не просто кто согрешил, упал, сделал ошибку, извинился, покаялся, а мы еще их судим или добиваем. Но здесь очень важно, ключевой момент. Здесь идет речь о настоящем времени. Здесь обратите внимание на детали. Написано тех, кто, если можно вернуться назад, слайд, тех, кто остается блудником в данный момент. В английском переводе написано yet indulges in sexual sin, то есть present tense, настоящее время. В другом английском переводе стоит слово is, глагол, то есть есть, сейчас, пьяница. Он в этом живет. Не раньше, не один раз сделал и извинился, осознал, покаялся, а он живет, и он не хочет меняться, не хочет оставлять грех. Это его стиль жизни. В настоящее время, вот он так живет. Вот кто в этом находится, вот это к ним относится. Не хочет оставлять грех. Разницу здесь надо четко делать. В прошлом споткнулся, признался, или он не хочет исправляться, не хочет меняться, не хочет исправлять грех. Тогда вот здесь и применяется церковная дисциплина. Есть такое слово церковное как отлучение, а в Библии конкретно написано извергните развращенного из среды вас. По-английски написано expel the wicked person from among you. Это не имеется ввиду на всю жизнь, не имеется ввиду, что этого человека нужно презирать всю жизнь, но имеется ввиду дать ему понять, что он неправильно поступает и, конечно же, его покаяние, его признание, плод покаяния, это то, что мы ожидаем, и это и есть выход, который мы хотим помочь найти каждому заблудившемуся человеку или споткнувшемуся. Вот почему иногда, когда человек понимает, как это все работает, кто понимает больше, кто меньше, человек иногда лукаво использует вот эту методику исповедания, его совесть мучит. хоть он и улыбается, мы уже все научились фальшиво улыбаться в Америке, это вот одна из вещей, которые мы научились в Америке точно, но вот это вот все равно же внутри нету покоя, и человек пытается как-то вот заменить это, и вот это лукавство никогда, когда человек вот лукавит, избегая вот каких-то церковных дисциплин, других каких-то причин, он избегает, и это лукавство никогда не поможет обрести человеку свободу, тяжесть все равно останется от себя, никуда не убежишь, даже если перейдешь в другой штат, в другую церковь, хоть на луну, и то на довизу, поэтому друзья, здесь никуда не денешься, важно иметь чистый мотив, и важно понимать, что не надо спешить строго осуждать других людей, у нас часто бывает это такое, особенно у старых верующих, да как это вы, да как это вы, вот почему, куда вы там смотрите, нужно давно отлучить, рубить, и так далее, один только совет, только один, но слушайте внимательно, когда вы видите человека, который неправильно поступает, где-то, и знаете, что он верующий, и что он, ну как бы точно нуждается в церковной дисциплине, сделайте только одну процедуру, если вы думаете, что вот там служители, пасторы, или еще как-то игнорируют, закрывают глаза, покрывают какие-то грехи, поставьте на место этого человека вашу доченьку, которая забеременела вне брака, поставьте на место этого человека вашего внучка, или хотя бы сына, все меняется, просто мир переворачивается, просто, как будто бы, ну, слова закончились, а то, а то, кажется, одни слюни, а тут и слюни закончились, вот это, друзья, важно, вот этот тонкий подход, у нас сегодня нету времени говорить о вообще как работает эта церковная дисциплина, это не моя главная тема, просто вам хотя бы несколько мыслей хочу поделиться, и, конечно же, нам важно понимать, что в любой ситуации нужно ее рассматривать индивидуально, человек сам пришел, признался, или же о нем узнали, это было лично сделано, публично, это один раз человек споткнулся, или он в этом живет, там много-много нюансов, поэтому никогда не ставьте всех под один шаблон, никогда не делайте формулу, потому что вот все должны быть так, потому что даже ваши дети не все одинаковые, хотя вы их воспитываете одинаково, но вы к каждому имеете индивидуальный подход, потому что вы любите, вот так должно работать и сердце служителя, с любовью к каждому подходить индивидуально, потому что цель, чтобы не раздавить, он и так уже раздавлен грехом, он и так уже побит, не добить его, он и так уже побит, но чтобы помочь, помочь и встать, и здесь главное, любому человеку, кто даже упал или кто загружен какими-то грехами, быть честным в мотивах. Потому что написано 2 Царств 22 «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, а с лукавым по лукавству его». Вот все. Простая математика. С лукавым по лукавству. Поэтому манипуляция, лукавство, это повлияет на твое восстановление. Мотив определяет результат. Поэтому, друзья, исповедание – это вообще тяжелый груз. И хоть и Писание говорит нам, что мы имеем право признаваться друг другу, но всегда помните, что это не каждый может этот груз, эту информацию тяжелую после исповедания, не каждый может ее понести. я помню, как один пастор рассказывал, что когда он принял исповедание у одного дедушки 80-летнего, этот пастор у нас много раз бывал, он говорит, что он неделю где-то не мог прийти в себя, ходил как не свой. Насколько это тяжелая информация. Кажется, просто человек рассказал новости. И то старые, прошедшие. Насколько это трудно, потому что это и в духовном мире срабатывает. Поэтому смотрите, во свете Писания написано, кому лучше идти за помощью или советом. Титул 2 глава написано, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Кто знает, о чем здесь идет речь в контексте. Здесь написано о старших женщинах, чтобы они брали на себя роль, инициативу, учить более молодых мам или женщин. Учить любить вначале мужей, а потом детей. Видите, не наоборот. Вначале любить мужей, а потом детей. Интересно, что оказывается, в этом, наверное, будет нужда, что нужно будет учить. И самое важное, что я хочу подчеркнуть, написано, что эта роль в Писании она дана старшим людям, старшим женщинам. Вообще, сегодня мы живем в таком мире, где старых людей вообще никто не хочет слушать, никто не хочет видеть. И вообще, иногда, кажется, ну, они уже настолько отстали от жизни, от цивилизации, они даже не знают, как этот телефон выключить, что, кажется, ну, просто ну, завал. Нет слов просто описать, насколько эти люди просто... Ну, вы поняли. Сегодня даже на конференциях, на любых таких мероприятиях, модерных, там должны быть молодые, энергичные, нужно на сцене так, ну, летать, можно сальто сделать, ну, что-то такое надо, чтобы вот было, вот, крутой такой спикер, мотивационный, классный. А старых, старших, зачем их слушать? Вот вы же понимаете, что если, например, какая-то молодая семья проходит через конфликт, и молодая мама пойдет к старшей женщине за советом, то что будет? Старшая ей скажет, не разводись, то зачем к ней идти? А какой другой вариант? К подруге. А что подруга скажет? Разводись, я уже развелась. Вы понимаете, как принципы, Библия, методика, как работает в современном обществе все. А написано здесь, чтобы старшие вразумляли. Старшие женщины могут сказать, ну, меня никто не звал, не приглашал, но тут не написано, что нужно по приглашению это делать. Вы можете приглашать, но мне никто не давал тут кафедру, а это не обязательно делать со сцены. Это можно делать у себя дома за чашечкой чая. Пригласили и спросили, а как у тебя дела с мужем, отношения? И тут захлебнулся кто-то кофем. Ну, обычно ж такое не спрашивают, правда? Ну, как это вы сразу лезете? Да я могу и не лезть, просто вот пытаюсь вот испомнить вот титул 2.4. Перед этим можно текстануть, кого вы приглашаете на кофе, пусть человек прочитает, приготовится и уже придет и спрашиваете how are you? И уже ответ будет well, ну, как сказать. И пошел диалог уже на таком более серьезном уровне, понимаете, да? И оказывается, что вот старшие люди могут помочь, имеют право помочь и могут не просто скучать или только внуки мои, внуки его, внуки наши, вот и все занятия, это тоже надо, стоп, я не против внуков, вы же на меня не обидьтесь. Но помимо этого, я обращаюсь к старшим, помимо этого, нам Писание говорит, вы еще можете вразумлять. И вот здесь, друзья, мы просто практически видим несколько вариантов, куда можно идти за советом, кому можно идти за советом, какого возраста, опыта должен быть этот человек, кому можно идти за советом. Поэтому, друзья, это на практике важно знать. Молитва после исповедания даже друг к другу, это духовная борьба. И помните, не каждый готов на это. Духовная брань, война, духовный мир, он очень реальный, независимо, насколько вы с ним знакомы. Очень реальный. Поэтому, вот это важно, чтобы это был правильный человек, который вам поможет в этой духовной войне справиться. Галатам 6 тоже написано, кому важно идти за советом, и я бы сказал, важно идти за советом, не просто кому, а стоит идти за помощью духовной. Галатам 6 1 написано, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового. В духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. То есть, значит, есть такая функция, есть люди, которых Писание называет духовными. Хотя сейчас это слово такое нарицательное, да, вот вы духовные, откуда вы взялись, от чего вы решили, что вы духовные? Ну, не обязательно об этом объявлять, но написано в Писании, что есть такие, должны быть среди нас духовные. Вот к ним стоит идти, и дальше написано духовные, это миссия данная нам исправляйте тех, кто впал в какой-то грех, в согрешение, духовно заболел, охладел. И дальше написано, но за собой также наблюдайте. Те, которые вот принимают исповедание, те, которые любят, иногда вот ищут вот этого, то нам важно и самим помнить, чтобы и самим не впасть в искушение, в Писании тоже написано, видите, и тем, и тем. Баланс должен соблюдаться. Есть такое понятие, друзья, как внутреннее исцеление. Вот часто мы ищем чаще физического исцеления, и это нормально, но мы, наверное, редко ищем духовного исцеления, внутреннего, внутреннего, когда у нас душевные раны, когда мы вот загружены, когда у нас есть непрощение, когда мы даже сами не знаем, что у нас есть, но там точно что-то есть, потому что нету радости, нету свободы, нам более присуще слово депрессия, и вот какая-то все виноваты, вот это вот все, это не есть, не есть то, что Бог предназначил для верующего человека. Иногда нужно это разгребать, иногда нужно эти корни вырывать, а нужно этот корень еще найти, докопаться. Вот почему иногда вот нужно вот эта беседа, исповедание, свобода, внутреннее исцеление, а иногда даже духовное освобождение, да, deliverance, это духовное освобождение, когда человек, он где-то запутался, где-то попал, а где-то в нем уже кто-то живет, что-то управляет, он даже не знает, как это называется, но понимает, что что-то темное, страшное, и непонятное, и от этого человек устал, он замучен. Вот почему стоит идти за помощью к духовным. Это же тебе надо. Это же им, ну, в принципе, им ты просто, ну, еще добавишь работы, забьешь расписание, но тебе это надо в первую очередь. И Писание рекомендует. Если кто-то скажет, ну, исповедание, это старый завет, то позвольте не согласиться, нет. Новый, читаем с вами, Матфея 3 глава, 6 стих. И крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Новый перевод. Исповедующих свои грехи Он, Иоанн Креститель, крестил в реке Иордан. Обратите внимание на то, что люди искали Бога. Они так Его искали, что они пешком шли в пустыню. Кто сегодня бы пошел ради этого? Но кто-нибудь из нас бы до нашего кемпа айсберга пошел бы пешком? Это даже не пустыня, по асфальтной дороге. Вот ради свободы в духе, ради какого-то прорыва духовного. Ну, я не знаю, сколько бы волонтеров было бы, правда? Так, смотрите, какой поиск Бога в пустыню, без кондиционера, пешком, без рекламы, фейсбука идут люди, поиск Бога. И пришли, исповедовались в грехах своих и крестились. Значит, исповедание было и в Новом Завете, значит, это может быть актуально и сегодня. Я помню, как в деревне я еще был очень малый, но я уже мог понимать. Я помню, как лавочки стояли, собирались верующие по домам, стояли лавочки и вставали тети и дяди и говорили, братья и сестры, простите, пожалуйста, меня, я на детей кричала. Кто-нибудь из зала помнит еще такие времена? А кто-нибудь сегодня хочет попрактиковать? Кто хочет встать, сказать, простите, я на детей кричала, а я на жену орал. А были такие, что вставали и говорили, они практиковали буквально, исповедовались, признавались друг перед другом. А кто-то говорил, а я на жену сегодня грубо с ней поступил. Вы представляете, как это будет, какими вы станете знаменитыми в эфире? И встал, сказал, и потом тебе шлют лайки. И ты не знаешь, что с ними делать. Вроде их не искал, а тебе все лайк, лайк, лайк. Вот так, друзья, было. Это было еще в нашем поколении. То есть, ну, родители наши проходили это. В некоторых среквях было так, что исповедание было один раз в месяц обязательно. И это было перед служением причастия. И я помню, как мой отец, он сказал как-то, что первый раз, когда он исповедовался перед служителем, он пришел родителям и сказал, вот это день моего обращения к Богу. Настолько это был эффект на вот его молодое сердце, настолько он просто чистым себя почувствовал, как никогда. Поэтому, друзья, стоит нам просто проанализировать вот эту методику. Знаете, важно, чтобы оно нам помогло. Суть не в том копировать что-то, а главное, чтобы оно нам принесло пользу. Согласие двоих, троих в Писании написано имеет силу. Если двое или трое согласятся, вот почему, когда человек идет, признается друг перед другом, исповедуется перед кем-то или перед служителем, уже идет молитва двоих, троих, а в духовном мире это играет роль. Об этом написано тоже в Писании. Это уже духовная борьба против греха, зависимости и так далее. Интересно еще подметить, что когда мы даже говорим о том, что Писание дает право признаваться друг перед другом, перед любым братом и сестрой, то там написано и о служителях в том же месте Писания, в том же контексте, в одном пакете. Снова читаем с вами Иакова 5 глава с 14 по 6 стих. Написано «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров. Остановимся здесь». Вы заметили, что многие люди обижаются, обижаются, это вы можете всем рассказать, всем передать вот эту часть. Обижаются, что когда я болел, я болела, ко мне никто из служителей не приехал, не позвонил, не уделил внимания, не приехал за меня, не помолился. Встречали такое? Я хочу перед всеми извиниться. Во-первых, это во-первых. Я очень, мы, как служители, всегда стараемся. Первое, я извиняюсь. Второе, здесь не написано, что служитель должен сам догадаться, что служитель должен сам приехать и себя пригласить и помолиться. Здесь написано, если кто болен, пусть вот этот больной призгласит, призовет пресс-фитера. Знаете почему? Знаете почему? Потому что, если не верит, никогда не пригласит. Тонкая деталь важная. Только если поверит, пригласит. Второй вариант. Вот я болел пять недель, а ко мне никто не приехал. Вот такие служители, церковь. вот это можете всем передать. Читать на всех языках внимательно. Если кто болен, пусть он позвонит, пусть он пригласит, пусть он призовет, потому что в этом есть его акт веры. А не просто саможалость такая, знаете, саможалка, лайка, типа, ну, меня погладьте, пожалейте, вот пожалели, и не исцелилось, ну, уже хорошо, хоть приятно, хоть цветы завезли, уже как-то приятно. Здесь духовные процессы происходят, друзья, намного глубже, чем просто цветочки. Это не цветочки. Дальше читаем. Пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры, внимание, и молитва веры больного исцелит болящего, и восстановит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. Интересно, болезнь грехи как-то идут в одном пакете. Первое, важно подметить, что не всегда, друзья, когда человек болеет, не всегда, значит, что он согрешил, не всегда, значит, что он грешник. Поэтому не стоит других осуждать сильно. О, он заболел, ааа, я так приблизительно представляю. Я там, там и там слышал, а, ну, ты ж помнишь, конечно, мы, конечно, помню. Вот приблизительно оно так вот складывается, вот почему он болеет. Будьте в этом осторожны, потому что мы никогда не знаем, когда к нам придет болезнь, и когда нам потом придется всем по фейсбуку рассказывать, я болею, но я святой, я болею, но я негрешный. Не думайте, абсолютно не думайте, и лайки не ставьте. Я вообще полностью чистый. Но здесь, друзья, важно еще понимать, что возможно такой вариант, когда человек, я вот эту тему исповедания изучал, и вот слушал других, более, может быть, опытных людей, и они иногда и делают это. Когда идет молитва, посещение, они иногда и спрашивают у людей, если у вас есть какие-то грехи, если вы чувствуете, вам что-то нужно исповедовать, но сегодня же это не модно, ну, как ты пришел ко мне в дом, и вот мне и так больно, тяжело, а ты меня тут еще начинаешь грузить за грехи. И какие грехи, молись быстрее. Мы же исполняем протокол, о котором написано, здесь же как бы не просто как бы наши современные штучки, как бы гуманизм или модернизм, вот нужно быть таким, ну, ты хороший, ты классный, я вообще вижу, а ты когда больной, ты еще класснее. Но это же не в этом же суть, правильно? Нам же хочется просто помочь человеку. И дальше, друзья, написано, усиленная молитва праведного. Интересно, что покаяние, исповедание и исцеление связано. И вот здесь, когда человек более-менее здоровый физически, исповедоваться абсолютно не спешит. Как бы все нормально, хотя иногда далеко ненормально. Но когда человек уже заболел, когда уже сильно болит, тогда уже человек готов на все. Но не обязательно же ждать этого, правильно? Не стоит же ждать этого. Это просто нам пример, чтобы нам в духе быть здоровым. И в теле, чтобы быть здоровым, написано вначале признавайтесь. признавайтесь. Признавайтесь друг перед другом. Даже те люди, которые молятся, если они в чем-то где-то согрешили, тоже могут признаваться и тоже могут исповедоваться, тоже могут очищаться. И потом моя молитва, она будет сильнее. И если вы за кого-то молитесь, сегодня можно помолиться друг за друга вообще без проблем. Друг на друга сегодня человек ложит руку, молится и кажется, ну, кажется, нет ничего вроде бы обидного, плохого. Хочет человеку помочь. Но иногда оно так эффекта мало. Потому что написано усиленная молитва кого? Праведного. Когда она встает усиленная? Когда чистое сердце? Вот тогда она усиленная. Когда человек не имеет ничего здесь тайного, ничего там не роется, не кроется. Когда человек чистый, пред Богом, перед людьми, тогда эта молитва встает усиленная. имеет силу, эффект. В других переводах, кстати, так и написано, имеет эффект, влияние. Вот почему вот этот процесс исповедания перед молитвой меняет многие вещи. И хочется просто сказать, что никого никто не заставляет. Ведь же тебе нужно исцеление. Ты решай. Если чувствуешь свободу, слава Богу, так и говори, честно. Главное, Богу. Людям можешь решать, сказать, не сказать, Господь, я чист. А если что-то есть где-то, то тогда очищайся, исповедуйся, признавайся, и тогда молись. И усиленная молитва праведного, она принесет пользу. И здесь, друзья, нам важно понимать, что в этом контексте, даже когда мы говорим о исповедании, признании друг перед другом, в этом контексте, в этом пакете написано слово пресвитер или же по-другому служитель. И это нас подводит к третьему пункту исповедания служителю. Но здесь, друзья, мы уже можем с вами остановиться и оставить этот третий пункт на следующий раз. Самое важное, что я хотел бы, чтобы мы с вами сделали, это чтобы мы все искали свободы, чтобы мы все искали чистоты. Это влияет на настроение, на отношения, на ваши глаза, абсолютно на все. Я хотел бы приготовить нашу церковь к тому, что через месяц примерно у нас мы каждый год проводим такое мероприятие, которое мы называем Freedom, Night, то есть это вечер свободы, когда мы специально собираем служителей и предлагаем людям исповедание. Не заставляем, а предлагаем, потому что здесь важно, чтобы человек сам созрел, он был готов, он хочет, он уже возненавидел этот грех, его замучило вот это все, с чем он имеет дело, он просто хочет быть свободным. Или же человек просто чувствует какую-то зависимость, которая его просто держит, мучит. Иногда это простое, самое распространенное непрощение. Непрощение. Помните очищение или накопление? накопление. Ох, как оно у нас за годы накапливается, сколько там всего накапливается и не получается, просто не получается ни радоваться, ни петь. Вот смотришь по сторонам, он там что-то поднял руки, ты не понимаешь, он фейкует, он как-то там балуется, притворяется или просто ты такого в жизни не переживал, как у него это получается, ты просто потерялся. Но есть же, друзья, свобода. Ведь есть же люди верующие, которые могли радоваться и в тюрьме, и в обстоятельствах, в разных, в разных ситуациях. Поэтому, когда у нас будет вот это в начале января, примерно через месяц, я советую церкви живой поток. Планируйте это время. Если надо, берите выходной, кто работает, берите выходные, планируйте, чтобы прийти, чтобы освобождаться, во имя Христа Иисуса, освобождаться от всего, освобождаться. Во Христе мы имеем свободу. Написано, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Очищает. Мы имеем в нем свободу. Знаете, почему нам нужно это? Потому что, чтобы нам потом сказать, как хочется жить. Жить и не притворяться. И не фальшиво улыбаться. как хочется жить. Вот этой жизни я всем вам желаю, друзья, эта жизнь, она возможна во Христе Иисусе. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok